Правящая коалиция буквально совсем недавно призывала бывшего канцлера Ангелу Меркель к экономии бюджетных средств, выделяемых ее офису из государственной казны. Сегодня на эту критику отреагировала пресс-служба Меркель, заявив, что все расходы на оплату сотрудников, поездки и командировки происходят в интересах Германии и заранее согласуются с ведомством действующего канцлера. И вот журнал «Шпигель» указывает, однако, на то, что Меркель очень редко появляется где-то публично, а ее офис не публикует календаря ее поездок и встреч, ссылаясь на их конфиденциальность, что не совсем правильно. Потому что совсем недавно в случае с офисом Герхарда Шрёдера, друга Владимира Путина, суд постановил как раз сообщать об этом. Напомню, что правящая коалиция пыталась отобрать офис у Герхарда Шрёдера, вменяя ему, что он злоупотребляет госфинансированием для лоббирования российских интересов. За Ангелой Меркель, как и за всеми бывшими канцлерами Германии, пожизненно закреплен небольшой офис. У Меркеля он расположен неподалеку от Бранденбургских ворот. В ее пресс-службе заявили, что для работы офиса предусмотрено 9 постоянных сотрудников. А теперь поговорим о другом бывшем канцлере, Герхарде Шрёдере. Он подал в суд на свою бывшую жену Дорис Шрёдер Кэпф, с которой с 2018 года находится в разводе и судится за квартиру в общем доме. После развода Шрёдер и его новая жена Сайон Шрёдер Ким живут в квартире общей площадью 95 квадратных метров на первом этаже того самого дома и платят бывшей жене за это арендную плату. 78-летний Герхарде Шрёдер требует от бывшей жены, чтобы он был внесен в земельную книгу с правом проживания и пользования квартирой на тот случай, если его бывшая супруга захочет продать весь дом. Однако суд отклонил иск бывшего канцлера. В прошлом уже жены Шрёдера, бывшая и настоящая, поспорили в суде из-за огромной декоративной статуи на лестничной клетке того же самого дома, которую Шрёдер Кэпф хотела переставить на другое место. Суд в итоге разрешил ей это сделать, а вот расходы за судебные издержки пришлось оплатить все тому же Герхарду Шрёдеру. Ну а продолжим мы нашу светскую хронику кадрами из города Йорк. Это графство Норд-Йоркшир на севере Великобритании. Там во время прогулки британского короля Карла Третьего и его жены, королева-консорт, неизвестный, забросал их яйцами. А во время задержания выкрикивал, что эта страна была построена на крови рабов. При Елизавете Второй такого не было. Продолжение следует...